Был и следил за нашими, за нашей трансляцией, видел, что Валерий Сибидов проиграла вчера с небольшим счетом Ускаменногорская команда 1-3 был такой счет во вчерашней встрече, но как бы то ни было поражение, есть поражение и потерянные три очка. Сегодня посмотрим, насколько будет успешным для ускаменногорских Этот матч, смогут ли Тимиртаусы взять свой актив в три очка, которые так необходимы для тимиртаусской команды. Почему они необходимы для тимиртаусцев? Потому что сейчас я вам скажу о положении в турнирной таблице на сегодняшний день. Тимиртаул на данный момент занимает, ох, какой опасный выход 1-1 и... Первая шайба побывала в воротах Александра Бородули. Если я не ошибаюсь, то шайбу забросил номер 54-й Ярослав Хромых. Вот так вот на первой минуте сыграно-то у нас 53 секунды всего. И первая шайба уже оборотом побывала. Поэтому после этой игры максимум, что может сделаться... Ух, как опасно! Я думаю, всех перечислять не будем. И тут вот опасный момент вновь у Александра Бородули был. Красоты! Ах, как обескураживающе! Да, знали мы, что будет сегодня интересная игра. Знали мы, что будет нелегко. Тимиртауским хоккеистам, так же, как и игрокам Усть-Каменогорска. 8 минут и 57 секунд прошло. Евгения. Очень перспективный игрок. Да на кого не покажи пальцем в команде Тимиртау. Про любого можно сказать. Перспективный молодой игрок. Сделали расстановку в зону Тимиртауской команды. Бросок от синей линии Бородуля. Да что ж такое-то! Не идет сегодня игра. Да и все тут. Ну, куда деваться? Есть шайба в воротах. Есть у нас... Первое реализованное численное большинство. 20 секунд оставалось до того, чтобы вышел на площадку Дмитрий Орлов. Возвращаемся на лед в город Тимиртау. Приветствуем всех тех, кто находится в прямом эфире. Сегодня вместе с нами из города Тимиртау прямая трансляция. Опасный момент у ворот Сивидова. И гол! Вот так бывает. Реализация численного большинства у тимиртауской команды. Свистка судьи не было. Поэтому шайба засчитана. Реализовали тимиртауские хоккеисты. Это удаление у Алтай-Торпеда. И сокращают разрыв счетов. 17 секунд сыграно всего лишь в этом режиме. Нет, Данилов. Восьмой номер Данилов. Наброс на пятачок не удается у Алексея Данилова. Штефан. Передача на партнера. Бросок! И 95-й номер гостей Аркадий Шестаков забрасывает четвертую шайбу в ворота. Тимиртау. Да. Взять под свой контроль тимиртауском. Низнамов. Вбрасывает шайбу в зону. За воротами Севидов. Орлов. Наничев. Передача на пятачок. И залетела шайба от Жилнировского. Ворота. Но нет. Не засчитывает ее арбитр. Последняя минута идет второго периода. Нет, не будет никакого удаления. Здесь тоже ничего не будет. Смотрит главный арбитр в сторону. Ух, как попытались обыграть Никиту Бояркина. И 13-10 во втором. Тимиртаусцы перебросали. Опасность. У ворот. Севидова и как. Жилнировский. Надо бороться, ребята. Надо забрасывать. Надо, надо, надо. Никуда от этого не деться. Тарасов бросал. И здесь может получиться выход 2 в 1. Получается этот выход. И отличный бросок у скаменогорских игроков. Это одиннадцатый номер, который у нас называется Олег Лосев. Вот так. Ничего не поделаешь. 5-1 за 5 минут и 50 секунд до окончания третьего периода. Да, таких антирекордов, по-моему, еще не было. Благодарили сегодня 3 очка у скаменогорцам. Все равно, темиртауская команда для преданного болельщика самая лучшая. У скаменогорцам большой респект. Большое спасибо всем тем, кто с нами сегодня был на ледовой площадке и во время эфира вместе с нами. ПОДПИШИСЬ!